Вы знаете, в традиции русского православного искусствознания, ну вы знаете, западноевропейская картина зачастую воспринимается как бы в противоречии с прежним. Икона это плохая картина, теперь у нас картина это плохая икона. И при этом теоретики говорят, что ладно, если уж писать тогда евангельские события таким неподобающим образом, то тогда нужно хотя бы максимально точно воспроизводить события. И в общем особое раздражение вызывают иконы, так сказать, вольно обращающиеся со своими историческими прототипами. И вот я думаю, что понять, во-первых, действительно, что у иконы и картины совершенно разные цели и задачи, и что они идут к этим, хотя у них, я бы сказала так, у них одна задача при разных целях, и что идут они к этим вот своим целям на самом деле схожим образом, я думаю, нам поможет история одного такого эстетического спора, даже, я бы сказала, такого эстетического курьеза, который произошел на рубеже 18-19 веков, когда такой дилетант от искусствознания немецкий, дилетант в хорошем смысле, то есть любитель, и он, это действительно человек, который очень многое понял, хотя, как бы, оценил, ну, странно, но при этом понимая все, что он говорит, может быть, лучше многих искусствоведов, которые обычно обращаются к этой теме, я имею в виду Фридриха Вильгельма Базлируса фон Рандора, который раскритиковал самым суровым образом ту картину, которую Фридрих поместил в Стретинский алтарь, да, это, в 1809 году, собственно, это вот все происходит, но он, потому он и известен, как бы, главным образом, главным образом, конечно, в истории искусствознания, что, вот, позволил себе так возмутиться, и это осталось таким, каким-то, скорее, скорее, как правило, это воспринимается как некий, действительно, вот, искусствоведческий курьез, но если мы, всерьез это, достаточно серьезно, скажем так, это было проанализировано Александром Викторовичем Михайловым, нашим замечательным совершенно искусствоведом тоже, в работе 1978 года, и он дал, вот, как бы, ключи к тому, что, собственно, что, собственно, сказал Рандор. Дело в том, что Рандор различал эстетическое и патологическое действие искусства, как он это называл. Он опирался при этом на эстетическую традицию, проходящую через весь XVIII век. Эстетическое воздействие, это как бы есть воздействие, собственно, принадлежащее искусству и вызывающее, должно вызывать незаинтересованное любование предметом. Вот, противоположно эстетическому воздействию, которое и названо у Рандора патологическим, оно пробуждает у зрителя подлинный интерес. То есть, интерес в самом настоящем, первоначальном значении этого слова, а не вот в современном, расхожем, нейтральном. То есть, это вот патологическое отношение к предмету искусства вызывает, ввергает в зрителя в те же самые жизненные связи и конфликты, из которых, по мысли Рандора, любое искусство, естественным образом, должно извлекать человека. То есть, Рандор пишет, перевод Михайлова, «В искусстве мы радуемся тому, как искусство играет с нашими чувствами. Если бы искусство могло переносить нас в настоящее волнение чувств, то эстетическое воздействие отпадало бы. Произведение искусства перешло бы в природу, а наслаждение прекрасным – в действительную взволнованность». То есть, вам, значит, соответственно, сам Рандор употребляет слово «симпатия», то есть, вот эта вот самая симпатия, в чувствовании, вовлечении, вот, как бы, очень сильное слово, на самом деле, в данном контексте. То есть, нас как бы втягивало бы в это произведение искусство, заставляя существовать в нем и переживать в нем жизненные коллизии. Вот, можно вот так вот это переговорить. С точки зрения Рандора, искусства Фридриха, который вот эту картину, собственно, размещает в Штетинском алтаре, будь и добры, еще второй. Она еще в раме, которая тоже чрезвычайно, на самом деле, несет очень много символических смыслов в себе, но до этого, я бы, в этом докладе не доберемся. Вот. Значит, это крест, вот этот знаменитый крест в горах, да, который изображает распятие, в альпийском, на самом деле, пейзаже. И мы видим, вот, что там, вот этот самый крест, пейзаж, который для современника Фридриха и для человека, живущего, так сказать, в тех же местах, да, или в близких местах, это как бы вот место его обитания, собственно. Вот. И вот эти вот три луча, троичности, да, Бога, вот символически изображены, там, вот, за крестом. То есть, действительно, это изображение, которое менее всего можно назвать хоть в каком-то, в каком-нибудь аспекте, канонически. Мало того, значит, что больше всего возмущает Рандора? Да. Он страшно возражает против того, чтобы в алтаре помещался пейзаж. Он называет вот эту вот картину Фридриха, вот это распятие, пейзажем. И действительно, да, на фоне пейзажа, то есть, в пейзаже крест почти теряется у Фридриха, на первый взгляд. Как бы, вот, что-то выступает на нас гораздо более сильно, чем центральный образ, по идее, картины, который предполагается как алтарный образ, да, распятся. Вот. И вот Рандор настаивает вот на чем. Это чрезвычайно интересно, потому что он тут почти совпадает с нашими, как раз, теоретиками, православными теоретиками искусства. Рандор настаивает на том, что для того, значит, алтарный образ должен вызывать в созерцающем его человеке чувство благоговения, а для этой цели куда более подходит историческая живопись, и напротив, если пейзажная живопись будет пробираться в церкви и прокрадываться на алтаре, то это подлинная дерзость. И вот потому что эта самая историческая живопись, за которую он ратует, изображает само молитвенное благоговение и представляет нам события, известные нам с детства, самые легкие намеки на которые вызывают в нас множество самых трогательных фактов, черт характера, слов, и, наконец, наглядно представляет нам тайную вечер и приглашает нас достойным образом принять причастие. Значит, что здесь чрезвычайно интересно? Согласно Рандору, получается, что для того, чтобы картина, или в данном случае алтарный образ, не вызывала в нас патологического, то есть жизненного, а не эстетического волнения, она именно ту ситуацию, которая такое жизненное волнение как бы должна вызывать, то есть здесь сцену тайной вечери, должна как бы максимально наглядно представить зрителю в своей мгновенной тогдашней точности. То есть он должен максимально точно описать то самое время, то самое место, когда это действительно происходило вот в истории, да? Значит, получается, что вот эта самая историческая картина с определенным сюжетом, да, который знаком с детства, отстраняет этот сюжет для зрителя, мы оказываемся как бы по другую сторону экрана того же телевизора, да, когда мы исключительно зрители и никоим образом не участники того события, которое однажды произошло и нам абсолютно недоступны как пространственно, так и во времени. И вот оказывается, что отнесенное туда в этот вот самый момент изображение не вызывает в нас ничего, кроме успокоенного эстетического созерцания. Это вот то самое, когда мы можем сказать красивое, раз пять. Вот. Вот такие вот эмоции, да? И совсем иное дело с точки зрения Рамдора зритель, оказавшийся перед произведением вот того, что он называет в данном случае пейзажной живописью, да? Вот это самое произведение ввергает зрителя в самую подлинную жизнь, извлекать из которой по мысли Рамдора и должно нас всякое художественное произведение, служащее местом вот некоего, так сказать, эмоционального отдыха и некой эмоциональной приятности. И вот что здесь делает Фридрих, да? Фридрих как раз переносит распятие в момент и в место максимально доступное современнику, его современнику и его, так сказать, соотечественнику, которые созерцают вот эту вот самую алтарную картину. То есть он для преодоления вот для встречи он изображает место, в котором непосредственно встреча с этим самым распятием она оказывается возможна. И для того, чтобы эта встреча осуществилась, требуется просто некоторое усилие и как бы почему Рамдор так наставит на том, что пейзажная жирпись, да? отчасти здесь возникает ощущение, что это просто усилие по преодолению пространства. То есть вот пойди туда-то и найдешь вот это. То есть одновременно как бы здесь предполагается вот это вот самое физическое восхождение, да? И вот эта вот возможность обозначенная художником возможность встречи с распятием здесь и сейчас она действительно ввергает зрителя в самую подлинную жизнь вместо того, чтобы извлекать из нее как положено с точки зрения Рамдора художественного произведения и как бы настраивать его на мечтательное отношение к тому, что когда-то однажды произошло и к чему он как бы не имеет никакого доступа. И это очень успокоительно, да, еще раз я подчеркну, не иметь никакого доступа к некоему факту, который уже случился и дальше от тебя в нем ничего не зависит. Картина выводит нас абсолютно из этого состояния. Она настаивает на том, что мы можем встретиться с евангельскими событиями здесь и сейчас. то есть еще раз у иконы и картины разные цели, но при этом единая задача, да, и икона и картина выводят события из рамок однажды случившегося и успокоившегося в этом мгновении, в этом моменте времени, и даже я бы сказала упокоившегося в этом моменте времени. и, а дальше вот икона перемещает это событие в вечность своими средствами, а картина перемещает это событие в здесь и сейчас. Если икона настаивает на том, что мы всегда можем встретиться с этим событием, потому что оно вечно присутствует, и мы знаем, какими средствами это достигается, да, будьте добры, следующее, нет, еще следующее, это, наверное, не пропустим, да, гостеприимство Авраамова, где отчетливо изображены как бы сначала все свойственные именно этому моменту вещи, да, сопровождающие как бы вот эту вот встречу Авраама с ангелами, тогда и в тот момент, да, и следующее, пожалуйста, и троица Рублева, где как раз что делает Рублев, он прежде всего элиминирует абсолютно все детали, которые указывают на этот сам, на эту конкретику встречи, перенося этот, этот момент в вечность, и вообще изображая уже что-то близко к предвечному совету, да, вот так, по такому пути идет картина, о, идет икона, извините, элиминируя все временное и, соответственно, оформляя свое пространство специфическими изобразительными такими средствами, да, которые указывают на вечность, но о них все хорошо знают, можно долго не говорить, да, начиная с золотого фона и кончая символическими деталями иконы, кстати, картина тоже будет очень активно пользоваться символами, но эти символы будут как раз указывать на временное состояние, вот, состояние, состояние во времени и именно во времени, ну, тут к этому у меня нет иллюстрации, наверное, самое очевидное, на что можно указать, это появление осла в иконах и в картинах, если первая, наверное, икона, которую мы вспомним, где присутствует осел, это вход Господень в Иерусалим, то самая распространенная картина с ослом, это, конечно, бегство Марио Иосиф в Египет, и если в первом случае, то есть в иконе осел, как, кстати, часто изображающийся, в том числе в Третьяковской галерее, знаменитой иконы XVI века, осел изображается белым, то есть осел, на которого воссел Господь, это, собственно, изображение двуединой природы человека, просветленная плоть, поэтому белый осел, да, и, соответственно, дух, правящий, восседающий на нем Господь, то в случае картины осел будет изображать как раз присутствовать как бы при Рождестве, да, и дальше изображать именно воплощение Господа, то есть присутствие его здесь и сейчас. Соответственно, один и тот же символ будет работать в разных направлениях в этих двух случаях для того, чтобы показать нам разные вещи. В первом случае мы видим возведение плоти в вечность, во втором случае мы видим Боговоплощение символически же изображенное. Вот. И таким образом подводя, наверное уже итог, чтобы не затягивать, не превышать регламента, я скажу, что картина не менее важна, наверное, для нас, чем икона. Они не противоречат друг другу, не вступают друг с другом в конфликт и не как бы не вытесняют одна другую. Они делают совершенно разные вещи. Икона это место, где мы встречаемся с событием или с личностью, которая находится в вечности. Картина это то, что не дает нам забыть о присутствии Господа евангельских событий здесь и сейчас, вокруг нас, в нашей жизни и учит нас постоянно видеть вот эти плотские иконы, то есть видеть образ Божий в человеке и в людях вокруг нас, находить в событиях, которые совершаются с нами, вот эти евангельские первообразы и совсем иначе смотреть на жизнь и на окружающих нас людей. Спасибо. 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 Спасибо.